Дорогие друзья, здравствуйте! Сделаем маленькую вторую часть по нашей беседе о Лилит. Здесь важно понять, почему вообще возникла идея второй жены у Адама. И чуть-чуть затронем опять-таки несчастного Люцифера. А дело банально в нашем неправильном переводе и, конечно же, предвзятом толковании, которое мы сейчас скажем, искажённом под наше мировоззрение. Сейчас прочитаем с вами ту фразу в бытие книги, которая была искажена, и перевод её, и толкование её, и положило начало вот этим инсунуациям про какие-то первые жены Адама. Глава вторая книги бытия, параграф 23. Воскликнул человек Адам. То есть «наконец кость от кости моей, плоть от плоти моей, женщины, она называться будет ибо взята из мужчины», я читаю синодальный перевод. Ну, слова «наконец» вообще здесь нет. А если оформлять эмоционально, то речь идёт совершенно о другом. И давайте разберёмся, чтобы понять это, просмотрим данную главу. Потому что вот такое понимание предвзятое, что «наконец», то есть кто-то был, который не подошёл, а вот теперь наконец подошёл. И якобы была некая первая жена, как потом её обозвали Лилит, а потом уже была вторая жена. Вот теперь, наконец, она подошла. То есть вот такая трактовка положила начало разным мифам, которые, в принципе, были, но потом их умело привязали к вот этой фразе. Нет, конечно, не об этом идёт речь. Вы знаете, друзья, всё Писание наделено вот этими поздними человеческими выдумками. Мы сейчас об этом скажем. И очень важно нам, конечно же, разобраться в этом, что суть слова Бога, а что человеческие изыскания, не относящиеся к Писанию. Книга Библия – самая читаемая в мире и в то же время самая нечитаемая, самая заспойлерная книга. Что такое спойлер? Это когда тебе заранее дают рекомендацию и пояснение, как понимать то или другое место в книге. То есть как правильно понимать содержание прочитанного. Как правило, человек получает в руки Библию и с ней же инструкцию, как правильно читать и как понимать то или иное место и вообще всё Писание. Что в ней находить, что он в ней прочитает, не как в обычной книге, когда вы не знаете, что будет в другой главе, если вы её читаете первый раз. Потому человек, когда начинает читать Писание, он уже заранее видит, что он будет понимать. Ему заранее сказано, как он должен воспринимать то или другое, как что с чем соотносится и какие надо сделать выводы из того или другого контекста. Но так как Всевышний дал нам Писание, дал нам Тару, глава за главой, и для того, чтобы наше сознание открывало вот эти главы, и росло, и размышляло над событиями, которые происходят одно за одним, не забегало вперёд и не делало уже выводы об этих событиях, исходя из собственного времени через многие тысячи лет. Это неверное восприятие Библии и неверное чтение. Очень сложно отрешиться от того, что мы уже знаем, и не мешать нам, уже навязанными экзегезами, смыслу, истинному смыслу текста. Итак, исходя из этого контекста, давайте попробуем понять, откуда всё-таки взялось вот эти инсунации о второй жене Адама. Ещё важно повторить, что опять-таки разделение на главы, которые в нашем христианском учении присутствуют, не соответствует разделению на главы в еврейских текстах. Поэтому есть такие маленькие еврейские буквы, которые указывают на истинное разделение глав в тексте на еврите. Это буковка ПЭИ, которая показывает открытый абзац, она сохранена в тексте еврейском. И буковка САМА, которая указывает на окончание главы. Если смотреть еврейский текст на еврейите, то надо обращать внимание на эти буковки. Давайте вернёмся к нашей теме. Только два слова об этой очень интересной и важной главе. Здесь идёт речь о сотворении мира Господом Богом. И некоторые говорят, и пишут, и комментаторы, и учёные разные, что якобы здесь повтор, и поэтому видно, что Библия написана позже, да ничего подобного. Сначала идёт речь о том, как Бог видит сотворение мира со своей точки зрения, и Он даёт это человеку описание. А потом человек уже даёт описание, как видит и воспринимает человек этот мир. И вот этот сделанный полностью Богом, законченный комплект мир в седьмой день, он неделим. И этот день, седьмой день делания, который ставит точку на делание, почему шаббат важен. Что ещё здесь надо сказать? Что мир создан для того, чтобы в нём что-то делалось. Он для делания создан, человеку дан, чтобы человек его осуществлял. Сам ещё доводил до той задуманной точки, которую поставил Господь. В чём разница между творением Божьим и деланием человека? Потому что творение, как мы видим, и используем глаголы еврита, делается из ничего. А вот делание человека, человек делает уже из данного ему. То есть в творении человек участие принимать не может, а в делании мы, как люди, из чего-то должны принимать участие. Не только можем, но и должны. И вот так описывается ситуация Библии, которая подходит третьему-четвёртому дню творения. Далее идёт повествование о том, как земля приготовилась уже всё дать. Потенциально Бог всё это устроил. Но пока нет человека, который бы запустил пусковой механизм через общение с живым Богом, конечно же. Можно такой пример привести, как у человека зубы молочные у маленького, но коренные уже есть внутри, но пока они не проросли. И далее идёт повествование буквально о том, как Господь уже начал замешивать, замешивать, замесить, решил человека. И вот этот пар, и всё это приготовлено для того, чтобы явился человек. Давайте ближе к нашей теме. И здесь уже важно. Далее Господь даёт указания человеку, что ему делать, потому что человек может быть изгнан из этого рая, если он неподобающе себя ведёт. И сказал Господь человеку, от всякого дерева ешь. То есть ешь, потому что. То, что ты ешь, становится тобой. А то, что ты съел, ты становишься этим. То есть говорит Господь, ешь всё то, что я дал тебе. Ешь мой мир. Опять-таки, видите, интересно, что Христос говорит то же самое практически. Ешь меня, пей меня, и ты будешь мною. И здесь Господь говорит человеку, ешь всё, что я тебе дал, пей всё, что ты дал, то, что ты моё, моей энергией. Будешь мною. Преобразуй в энергию Божией через себя. Повторяет это. Христос уже в Новом Завете другим ракурсом, но то же самое. То ты ешь, тем ты и становишься. Ешь хлеб мой, понимаешь, это мой хлеб, становишься мной. Ешьте вместе, один и тот же хлеб, становитесь братьями и сёстрами. Этот хлеб, не только физический хлеб, как здесь, но и хлеб познания. Потому мы видим здесь дерево познания. Познание именно премудрости Бога. Христос в эти времена уже нужные для человека, необходимые и возможные, даёт эту миссию человека через поедание вместе хлеба Божьего, познавать истину, которую принёс Христос. Здесь же Адаму и Еве рано было самим ещё приступать к такой пище. Поэтому Господь сказал, вот эти мои энергии употребляйте через себя, приводите ко мне, становитесь ими моими Божьими энергиями. Но здесь познание пока не трогайте, нельзя вам ещё это употреблять. Не пришли те времена, которые, мы знаем, потом придут. И говорит Господь человеку, если ты съешь это дерево, ты умрёшь от этого дерева. И здесь, конечно же, возникают вопросы, было ли уже зло, понимал ли Адам, что такое смерть. Эти вопросы возникают, но если вы хотите, мы не сейчас их будем рассматривать, что у нас немного другая тема, а сделаем отдельное видео по этим вопросам. И вот человек создан, и Господь Бог говорит, нехорошо человеку быть одному. Во всей Таре есть только две ситуации, когда Господь говорит нехорошо, употребляется же слово. И второй вариант, когда Моисей сидит и судит народ, то хитро взять его, говорит Моисею, нехорошо тебе судить весь народ одному. Это уже событие в пустыне после выхода из Египта. То есть в обоих случаях это проблема одиночества человека и попытка справиться одному с ситуациями, предложенному человеку, потому Христос и говорит, делайте так вместе, то, что Адам, оказался, должен был делать один, и то, что Моисей начал делать один, и оба случая нам говорят о том, что потом повторял Христос. Делайте так вместе, как я вам сказал, то, что вам сказано делать. И в обоих случаях делание, как Адам, первый человек, и далее те ученики, которые слушали Христа, это приведение мира к слову Бога. Это делание, неустанная работа над собой и через себя, над миром для того, чтобы Бог был всё во всём. И здесь, когда человек поднимается один в каком-то деле, в каком-то статусе, плохо это для человека. Причём надо ещё раз сказать многократно, что здесь не написано, что человеку плохо быть одному. Человеку очень может быть хорошо, быть одному. Пришёл, включил сериал, открыл шампанское, пригасил кого хочешь. Это для беседы ночной. Не человеку нехорошо, а плохо мирозданию Божьему, когда человек один. Он превращается в эгоиста. Человек предназначен для определённой Божьей цели, и нехорошо, когда он один. Потому он отче наш. То есть у нас много, мы братья и сёстры, делайте так, собирайтесь вместе, когда постигаете мою науку. Или почему вдруг Тара говорит далее немного о другом, что и вылепил Господь, сотворил снова из земли Господь Бог, и всякого зверя, и всякую птицу, и всех возможных животных. Кстати, здесь нет опять-таки рыб и присмыкающихся. В первой главе это были, а в Эдеме они не созданы, они в мире в самом созданном. В Эдеме их нет, потому змеи потом приполз в Эдем, чтобы сказать то, что сказал. И приводит человеку всех сотворённых здесь для человека, и даёт человеку возможность дать имя каждому сотворённому существу. Для чего? Чтобы человек мог раскрыть через это имя внутреннюю сущность этого создания Божьего. Ведь имена давались, кстати, и животным, и людям для того, чтобы раскрыть эту внутреннюю сущность. Если человек назван, например, Исаак, смех, то это не значит, что он всё время будет смеяться. Кстати, он и не смеялся вовсе. А вот определённая его сущность раскрывает имя, потому что смеялась его мать, когда ей говорили о рождении Исаака. Сущность человека в его выеме. Так, по всякому счёту, должно быть. Так название всяких трав и животных отождествляется с их сущностью. Ну, это отдельная тема, и вот эта тема, когда человек пророчествовал в Тарее, давая имена своим детям, можно об этом отдельно поговорить. Вспомним ещё раз, что всё происходит в райском саду, и для райского сада были созданы вот эти животные и травы, которые здесь были созданы, значит, для человека. Практически экспериментальные стерильные условия, где человек мог распознать имя всякого животного и всякой травы. Друзья мои, всё это важно по той теме, к которой мы с вами подбираемся. И во всём этом, кого видит Адам, человек, кому даёт имена, не нашёлся, говорит нам Писание, не нашёлся тот, кто стал бы помощником человеку. Это можно было бы сказать только после того, как человек открыл сущность каждого существа. Человек сам должен был открыть эту сущность и сам понять, что нет ни в мире животных и растений, нету такого ещё существа, который мог бы быть мне полноценным помощником. Поэтому после этого только можно было сказать, что нет, когда распознал, Адам, сущность животных, давая им имена и обозначая именами сущность, такой вот замкнутый круг. Ни с одним из них не мог человек стать одним целым. Кстати, заметьте, это нашим нынешним извращением. Невозможно это было для человека. А далее мы читаем очень важный момент, к которому мы подходим. 21 абзац. И бросил конкретно в тексте иврита звучит Бог на человека сон и уснул человек. А далее мы знаем, что взял ребро, как нам переводят, и все в этом говорят, вся литература. Господь Бог ребро, да, но на самом деле если мы смотрим текст, здесь ребра, конечно, нет. Здесь, скорее всего, одна из сторон может звучать как флайш-энглиш или, как в древних переводах звучит, может обозначать ле, то есть курдюк, то есть какую-то очень жирную, толстую часть, практически копчик человека, где у животных растёт хвост, у человека нет. Вот это место, скорее всего, по переводу. А слово ребро, как понятие вот из этой строчки, встречается уже очень поздно, поздним толкованием. И, скорее всего, конечно, речь идёт здесь о курдюке, что весьма необычно для нас. Вот это место, где курдюк, где должен быть хвостик, оно самое толстое, самое вкусное, и вообще считалось всегда в практике, что это самое благословенное место, и у животных самое лучшее мясо. именно жир, которым мы стали пренебрегать из-за диет многих, вот такой жир у животных, которых мы едим, читается в Библии, в Писании благословенным, потому женщина мягкая, нежная, она сладкая, скажем так. Господь взял эту часть материала, а потом закрыл у Адама плотью. Это отверстие, это ранение. И здесь интересные идут глаголы еврита. Не построил, не сурудил, а именно создал как зодчи с какой-то премудростью. То есть здесь буквально этот контекст еврита говорит о том, что потрудился Господь, это первое такое устройство, каким подходом и внимательностью ее сделал Господь, говоря нашим языком, конечно. То есть какое-то сложное устройство с особым вкладом в этот дизайн. Так создалась женщина, причем она жительница Эдема. Адам, он мигрант, он пришелец. Она родилась здесь, коренная жительница Эдема. Почему я об этом говорю? Потому что те разговоры, что женщины относились пренебрежительно, вот самые первые времена Тары, это не так. Даже самоописание, как будто бы женщина не чужая, это опять-таки неправда. Мы видим, как создавалась женщина. Вот этот вот лакомый кусочек создания с определенным самым наилучшим дизайном и внимательностью была приведена к человеку, к Адаму. И вот здесь интересно, если читаем иврит, то он дал женщине разумения, то есть разумения разлагать общее на детали, пространство наделять подробностями, всякими моментами эксклюзивными и превращать общее в конкретное. Вот такими способностями была наделена женщина, если мы смотрим в текст Пшат, если говорить уже об общем, это рожать, производить на свет жизнь и оформлять все вокруг себя пространство детализированно, с особым усердием и умением. Интересное здесь соотношение, то есть то, что у мужчины, у Адама есть идея, и он задумывается, женщина здесь как помощница должна и может воплощать это в жизнь, план мужчины. Практически это два разных разума у женщины и у мужчины. Когда люди это не понимают, начинается столкновение, но если человек это понимает, то происходит великолепный союз мужчин и женщин. И здесь нельзя сказать, что вот это есть только у женщин, а мужчины нет, у мужчины только это, у женщины нет. Нет, это не так. Но вот эти два выявленных качества в мышлении, в размышлении, они очевидны и они приоритетны у мужчин и женщин. И только соединение их дает вот этот заряд для мироустройства Бога, для его домостроительства, соединение двух этих начал и размышлений и разумений. Вот почему важен союз мужчины и женщины и дано благословение Богом, только в этом союзе рождается задуманное Богом мироздание. И почему не приемлены другие виды союзов? Это же слово воябель, которое здесь употребляется как женщина необыкновенное существо, то есть сложное, можно еще переводить с иврита как и заплел женщине косу, то есть Бог здесь украсил женщину, дал ей возможность украшаться самой потом. Он дал ей это сам заплетя косу для первой женщины. И вот мы подобрались к ключевой фразе, о которой хотим сказать. Адам, увидев эту женщину, которую сотворил Господь для него, от его же плоти, поет здесь радостную, красивую песню. То, что теряется в переводе, конечно же, в синодальном. И вот теперь это то, что от плоти в плоти моя, от кости в кости моя. Почему вот теперь? Потому что он смотрел на всех животных, ища себя помощника, на все растения, которые он должен был определить, их сущность, дать имена и понять, что среди этого мира нет ему помощника. А вот теперь это да, вот теперь это моя плоть, и это мне помощник. Не потому, что у него была какая-то первая жена, друзья, а потому, что именно сейчас он увидел то, что действительно будет с ним, как его вторая половина. Среди другого мира, который он до этого изучал, чтобы самому понять это. Человек должен был сам изучать мир. Бог дал ему в руки это делать. Он не нашел ничего подобного себе. И тут Адам дает имя, и это будет называться иша. То есть, что это значит? Способное, взятое от сильного, способное от способного. И так сначала Ева не называлась Ева-Ихава, жизнь в переводе, а называлась иши. От сущего, от сильного. Просто вопрос такой детский, интересный. На картине все изображают Адама и Ева с пупками, которых, конечно, у них не могло быть. То есть, потому что она взята от сильного человека, способного человека, который сам может определить и определил, кто действительно ему соответствует, когда Бог дал ему эту возможность, конечно же. Впервые здесь Адам называет это словом иш, что то есть, тот существует, тот, кто обладает, обладает силой, а женщина это так, кто нуждается в этой силе. Вот какой момент очень важный для нас. Дальше все, конечно же, крайне интересно. И, друзья, здесь зарождается у Адама мысль, когда он называется сущным, сильным, что он может, в общем-то, сам разобраться, и сам разобрался в всех существах, и сам определил, что действительно это для меня и есть половина. Здесь у него начинает зарождаться гордость, самосознание. Не то, что Бог ему все это дал, действительно ли возможность познать и создал всех существ, и создал женщину для него. У него начинает рождаться эта гордость, что, в общем-то, он же сам определил, что нет у него партнера, а вот теперь он сам определил, что это его действительно партнер. Вот эту гордость и будет испытывать Господь Бог, давая змею, который тоже проходил испытания, не прошел. Вот эти слова, что соблазнили Еву, потому что соблазнились они уже сейчас, в момент самонаименования Адама, себя и своей жены. А краш-тест не прошли, и змей, кстати, тоже. Такой интересный факт, Бог говорит здесь змею, ты будешь питаться прахом отныне. И действительно, герпетологи, так называемые, специалисты по змеям говорят, что змея не имеет ни вкуса, ни ощущения разницы вкусовой, то есть у нее нет этих рецепторов. Ей все ощущается, как вкус земли, праха. Дьявол же работал как краш-тест через змея, испытывая и змея, и человека. Ему это было дано делать, потому что это его специальность, дьявол, выявлять порог и давать возможность человеку либо отказаться от своей пагубной мысли и, боже, что же я думаю, что же я делаю, вот выявить, пойти к Богу, либо принять ее, да, действительно, я, в общем-то, сам по себе хорош, и, в общем-то, Бог, Папа мой, конечно, сильный, но я-то, в общем-то, тоже не лыком шит. И так заканчивается этот момент тем, что Адам поет гимн, я сильный, я буду любить и беречь мою половину, взяты от меня, я буду ее защищать, это буквально гимн, хотя у слова Иш, вот название, имень Иш, есть и другие значения, о которых мы сказали, которые, как ты назвал сам себя, да, все это в его голову, гордостные мысли, которые приведут, чтобы они и привели. Да, кстати, хотел сказать еще о Люцифере, очень кратко, второе послание Коринфинам, апостолам Павла, ведь из Сатана может предстать в области Ангела Света. Друзья, здесь речь очень понятна должна быть, если мы опять-таки не будем спойлерством заниматься. Люцифер, Венера, Юнона, здесь совершенно ни при чем. Речь идет о том, что и Сатана может делать вид, что он говорит правду, потому что Ангел Света, Свет это правда, если мы видим конкретный текст, несет истину, он тоже может предстать в таком облике, как будто бы он говорит правду, помните, это сцена, которую мы сейчас говорили в Эдеме, вот и все, значение здесь никакого ни Люцифера, никаких глупостей Павел не говорит, причем здесь римская мифология конечно же не, друзья, вид сатаны, то есть тот, кто соблазняет и лукавит и говорит неправду, может делать вид, что он говорит правду. Здесь Павел разоблачает лжи апостолов, делают вид, что они трудятся, а несут не ведь, что работают на себя, свои истины устанавливают, никак не Божьи. Делая коварно, говорит Павел, они только выдают себя за апостола Христа, потому что и сатана может выдать себя за то, что он говорит правду, поэтому нет в этом ничего странного. Далее говорит Павел, что выдают себя служители, якобы служители Христа. Они надевают на себя личину служителей правды. Таких, однако, участь ждет по делам их. А дела, которые нас часто изумляют в нашем христианстве, не правда ли, говорят именно о том, кто они есть на самом деле. Вообразите себе, вот мы немного просмотрели эту главу, ее смысл, как далеко можно зайти неправильно, искаженно понимая текст Писания, как важно нам его изучать, рассматривать, опираться именно на смысл того, что говорится в священной книге. И это касается Нового Завета, потому что неправильное понимание слова Христа привели к чудовищным результатам нашей жизни. Это даже не то, чтобы неправильное понимание слов Христа, а искажение их, предвзятость и спойлерство, то есть предсказанность того, как надо понимать священное Писание в угоду определенных мировоззрений и жизненных выгодных для извращенно толкующих позиций на этой земле. Друзья, всем радости познания. Продолжение следует...